с вами вечерний просвет сегодня мы поговорим о зарплате президента путина и его друга дмитрия анатольевича медведева сегодня поговорим о самом интересном о деньгах наиболее успешной активной естественно из-за этого богатой части общества но и некоторых сопутствующих мелких диспропорциях которые напрямую с этим связаны так вот третьего дня стало известно что президент путин поднял себе и дмитрия анатольевича медведеву зарплату аж на 4,3 процента названо это скромно проиндексировал надо сказать что зарплату президента путина не арти какая большая после повышения на 4,3 процента он станет получать в месяц что-то около 773 тысяч рублей и несчастный дмитрий анатольевич 618 тысяч рублей это даже как-то говорить стыдно что-то за зарплата такая вот у нас некоторые государственные чиновники получают и по миллиону и по 2 миллиона вот игорь сечен например в роснефть умудряется зарабатывать по 2 миллиона в день и ничего путин-то скромняг какой я не знаю сколько ему премий платит возможно у него какие-то еще источники дохода есть меня это совершенно не интересует мне интересно откуда увеличение зарплаты где именно наш президент и правительство стало работать лучше на 4,3 процента чтобы стало возможно увеличить себе зарплату пропорционально этому я думал думал и как-то не мог найти нигде вот где то что стало лучше на 4,3 процента дело в том что одним из основных показателей эффективности как правительство так и президента это конечно же рост экономики а рост экономики у нас за 2018 2019 год составляет что-то около одной десятой процента то есть можно сказать что его совсем нет этого роста более того мы по многим довольно авторитетным прогнозам катимся в рецессию что роста скоро будет отрицательный ладно окей есть рост одна десятая процента а рост зарплаты верховных наших владык почему-то 4,3 процента вот чем такое объяснить я считаю что не может наш гарант просто так от балды взять и проиндексировать себе зарплату наверняка есть какие-то заслуги в чем-то такие важные заслуги а ведь при этом смотришь с медицины какая-то фигня потому что дорогущий наш национальный проект касательно медицины что-то пробуксовывает кстати нам тут сообщили почему потому что деньги как выяснилось в нашей стране доходит до адресатов очень медленно мне интересно у нас деньги на национальные проекты почта россии возит или как-то это по-другому организовано но если идут медленно значит наверняка почта россии у почты россии есть такая особенность медленно и не туда кстати их начальник получает за это очень неплохую зарплату тоже видимо есть какие-то у него тайные заслуги но речь-то не об этом речь об индексации зарплаты президента и премьера я вот еще раз поковырялся и поковырявшись я наконец нашел то самое место которое стало работать гораздо лучше чем работала в 2017 году и в 2016 году короче в предыдущее время а дело в том что у нас состояние 98 богатейших бизнесменов которые почему-то называют противным словом олигарх оно страшно раздражать анатолия чубайса и вот она достигла очень хороших таких состояний показателей например 98 человек у нас сейчас владеют состоянием которое превышает суммарные банковские накопления вообще всех жителей российской федерации наконец 2018 года общее состояние 98 лучших бизнесменов россии по данным форбс достигла четырехсот двадцати одного миллиарда долларов кстати вот уже за этот год у нас владельцы основных активов разбогатели что-то примерно на 16,8 миллиарда долларов вот прикиньте это примерно 29 триллионов рублей по курсу на конец прошлого года а вот все наши с вами накопления это 27 и 7 десятых триллиона рублей то есть 98 человек богаче всех остальных правда ненамного всего лишь на одну целую три десятых триллион чека но сначала люди только только буквально и 30 лет к успеху не идут и уже такие результаты кстати они чуть-чуть около десяти процентов не дотянули до вообще золотовалютных резервов центрального банка потому что это четыреста шестьдесят восемь с половиной миллиарда долларов чуть-чуть у нас 98 человек центробанк и все население сравняются по накоплениям я считаю вот это хороший результат и вот именно за это владимир владимирович и дмитрий анатольевич могли с чистой совестью и совершенно спокойно проиндексировать себе зарплату на скромных четыре с половиной процента даже немножко меньше думаю что я лишь эрусманов который стал богаче что-то там на полтора миллиарда долларов за этот год и он еще без упражнения не кончился все еще впереди и тимченко гражданин финляндии который накопил что-то около трех миллиардов долларов за год тоже был бы доволен и еще один гражданин израиля у нас есть такой мистер абрамович владелец футбольных клубов он работал плохо и за девять месяцев 2019 года разбогател всего лишь на чуть больше чем 900 миллионов долларов ну правда ерунда но в конце концов не обеднел же разбогател то есть все они я считаю будучи гражданами нормальных стран а не то что тут у нас с вами они бы тоже поддержали владимир владимировича в этом его довольно скромном начинании как индексация собственной зарплаты и вот я начинаю понимать все лучше и лучше валентина и ванна матвиенко который у нас спикер совета федерации она вам что сказала что почему-то до сих пор в россии люди не любят тех кто богаче правильно говорит матвиенко не любят и она совершенно правильно раздражена этим фактом потому что люди работают вот президент зарплату немножко увеличил потому что хорошо работает дав уважаемым людям заработать гораздо гораздо больше а народ что-то бухтит вот например совсем недавно несчастные представители российского союза строителей вот наши все застройщики девелоперы вот те самые люди которые жизнь свою кладут обеспечивая нас жильем пришли к ватину и ленчу мутко и пожаловались а вы знаете на что вот до чего мы довели приличных людей до на потребительский террор оказывается у нас люди получая квартиры имеют такое обыкновение читать договоры которые им застройщики предоставляют а потом требовать соблюдение этих самых договоров стены кривые волокутся в суд сдали не в срок волокутся в суд вообще не дали и тем более волокутся в суд да еще какую моду взяли юристов стали нанимать чтобы их интересов суде они представляли максимально эффективно и вот потребительский террор по словам несчастных очень нервничающих представителей российского союза строителей заключается в том что за этот год судами было удовлетворено только вдумайтесь 2700 исков от обманутых тольщиков и рядольщиков которые зафиксировали нарушение договоров 2700 если поделить 2700 на 365 это получится примерно 7,39 удовлетворенных исков в сутки ну как так можно работать вы сами подумайте там так интересно например предложили ограничить возможность обращения в суд по поводу нарушения договоров увеличить сроки лага законного в исполнении договоров обязать потребителя квартир то есть нас с вами сначала обращаться к застройщику и только потом в суд чтобы не было прямого обращения в суд что работать так невозможно работать то мешают посмотрите сколько еще трудностей предстоит решить нашей государственной думе и владимир владимировичу вот вам нужно пожелать большого терпения и тут валентина ивановна наконец высказала очень здравую мысль потому что вы посмотрите у нас же 27 и 7 десятых триллиона рублей это накопление граждан это довольно большая сумма и вы представляете граждане готовы еще заработать и некоторые из них не платят налоги это ужасно варентина ивановна мудро прозревая будущее предложила уже со следующего года 2020 начать безжалостно взимать налоги со всех самозанятых потому что они сами себя занимают а налогов то не платят вот как так можно существовать государству вот такие вот ценные инициативы если отставить мой клоунский тон и ерничание то понятно что у нас происходит вот конкретно самозанятыми это ровно вот ровно один в один то что в пятнадцатом шестнадцатом веках начали в англии тюдоры а конкретно огораживание и связанное с ним кровавое законодательство когда крестьян сгоняли с их земель они частично оказывались в батараках частично в городских рабочих а частично в бродягах потому что некуда было податься потому что рабочих мест мало а желающих много после чего согласно королевскому закону этих бродяг вылавливали и наказывали если их вылавливали еще раз они не перестали бродяжничать их наказывали куда более сурово а потом могли законопаять в работный дом то есть буквально на каторгу работать за еду очень небольшую паечку а то и вообще знаете ли казнить через повешение за шею до смерти то есть сначала крестьян сами выгоняют на улицу буквально без имущества превращая в бродяг а потом за это же и наказывают вы думаете откуда у нас по данным мин труда образовалось минимум 12 миллионов самозанятых да просто потому что работы то нет а деньги на еду надо откуда то брать и вот люди или основным заработком имеют репетиторство уборку на дому выгул собак за что угодно или частичным источником приработка то есть халтуркой они имеют вот такие занятия вот знает тетенька хорошо например французский язык она его преподает частным образом это незаконная деятельность это нужно как говорят легализовать потом брать налоги потому что судя потому что двадцать семь десятых триллиона рубликов то лежит на банковских счетах людей еще есть что взять и не сомневайтесь они возьмут эти вот застройщики которым мы со своими придирками касательно договоров жить мешаем и Валентина Ивановна с ее ценными инициативами и вот все эти наши Усмана Вылесина Тимченко Абрамовича и не семь числа девяносто восемь толстяков и они возьмут я вас уверяю вот как вы думаете как так получилось ловко у Тимченко три миллиарда долларов за год то приподнять а? значит что где то эти три миллиарда поубавились поубавились то неизвестно где у нас с вами а нас с вами в это время будут оболванивать при помощи масштабных шоу типа олимпиад никому нахрен не нужных также футбольных чемпионатов в это время нам будут рассказывать что во все виноваты например гомосексуалисты или что гораздо хуже хохлы а может быть даже газдеп и конечно понаехавшие понаехавшие различные гости из южных республик потому что они мусульмане а у нас страна строго православная и вот мы будем лупить хохлов мы будем лупить гостей из южных республик мы будем лупить гомосеков все вышеперечисленные будут лупить нас а гражданин какой-нибудь Усманова Абрамович еще миллиард долларов поднимет в это время спокойно поэтому не давайте себя обмануть бороться надо за свои права организовываться в кружки изучать текущий момент и теорию создавать профсоюзы и советы на местах потому что если вы не выкрутите руки так называемым работодателям они выкрутят руки вам если вы не выкрутите руки государству этих самых работодателей вам тоже выкрутят руки потому что классовая борьба это не то что придумал маркс классовая борьба это объективное явление которое происходит вне зависимости от того верите вы в нее или не верите что-то наподобие электричества вот только что посмотрите пожалуйста на обращение застройщиков к гражданину нудко нашему допинговому герою это между прочим типичный пример настоящей классовой борьбы потому что кто-то думает что классовая борьба это только когда работяги лупят полицейских кирпичами по каскам нет вы заблуждаетесь классовая борьба может происходить с любой стороны и исходить от любого класса поэтому если вы не будете бороться вас будут бороть на сегодня все и помните если вы не интересуетесь политикой политика рано или поздно заинтересуется вами а и и и и и и и и и